добрый день дорогие мои друзья дорогие подписчики youtube канала дом света мы с вами сегодня начинаем новую программу новую рубрику на канале дом света это программа которая называется соло скриптура давно я уже пытался ее начать мы приглашаем наших дорогих гостей нашу виртуальную студию вот где мы будем поднимать обширные большие духовные вопросы и не только духовные медицинские педагогические тоже вопросы меры воспитания наших детей многие многие в основном конечно будут касаться все священного писания корана проблемы взаимоотношений и так далее сегодня у нас с вами первый гость это наш мой друг мой хороший пастор которого я лично знаю вот и сегодня я приглашаю его сейчас к нам студию давайте мы его пригласим здравствуйте олег лисандрич меня слышно но очень рад вас видеть в нашей программе соло скриптура очень здорово что вы нашли время на своем большом рабочем графике слава богу на хочу представить вас хочу представить вас нашим зрителям дорогие зрители это бандолин калика лисандрич вот он является сегодня пастором и у него есть тоже серьезное образование в сфере духовного это а бакалавр практического богословия сегодня вместе с ним мы с вами будем отвечать на два вопроса вот очень интересные вопросы как я считаю вот но прежде чем мы начнем я хотел бы спросить олег Александрович как ваши дела как ваше здоровье не сломил ли вас сегодня нынешний карантин и коронавирус который шагает по миру спасибо сережа все хорошо в целом у нас сегодня в нур-султане здесь сильный ветер буран холодно учитывая что все эти месяцы тоже много испытаний но при этом во всех трудностях нам всегда необходимо искать то доброе что есть жизни поэтому я оцениваю оцениваю происходящее как милость божию потому что действительно есть все необходимое чтобы радоваться торжествовать переживая все трудности и страхи смотреть в будущее с надеждой я бы так ответил слава богу спасибо хорошо могли бы вы немного о себе рассказать и о своей семье да я женат я женат уже 27 лет мы в браке у нас двое детей два сына уже в общем-то взрослые пришел я к пониманию веру в бога что он есть что он любящий бог когда мне было 20 лет к этому послужили несколько опытов когда я увидел его добрую руку в своей судьбе своей жизни ну может быть когда-нибудь я поделюсь этими опытами что меня заставило искать бога и понимать что он действительно любящий отец наш ну а так в целом мир 22 года я поступил учиться заокскую духовную семинарию закончил образование и служу пастором вот уже тоже 26 лет спасибо большое ну что наверное мы с вами приступим к изучению тех вопросов которые сегодня стоят у нас на повестке дня у нас сегодня два вопроса и первый вопрос называется так как понять слова вы есть храм духа святого позвольте мне прочитать вам текст из первого коринфянам послание первого коринфянам апостола павла 6 глава где павел пишет 19 тексте такие слова не знаете ли что тела ваши суть храм живущего вас святого духа которого имеете вы от бога и вы не свои код александрович пожалуйста расскажите как понять вот эти слова вы есть храм святого духа сегодня же по сути храма но как такового не существует а который мы читаем ветхом завете когда был при царе давиде при соломоне когда точнее построили вот потом второй раз его строили но сегодня же храма нет о чем идет речь пожалуйста видишь сергей я хорошо знаю эти текст есть еще апостола павла в этом же послании но подобный текст где он говорит что вы храм живущего воздуха конечно чтобы понять вообще эти слова храме нам нужно осмыслить а что значило храм и значит храм ну в нашем таком контексте в котором мы живем но на этой земле мы имеем определенные интересы светские интересы но есть религиозные интересы и когда заходит речь о храме то конечно это некое сооружение где являет себя бог и понятие храма но универсально для всех культуре великий это святое место где являет и открывает себя бог и соответственно человек имеет доступ к этому месту может быть освещен богом и получить от богу нет от бога некую информацию то есть вот фактически понятие храм но в целом универсально независимо от какой культуры великий храм это святое место где есть бог и куда может прийти человек вот отвечая на этот вопрос по поводу текста павла что вы есть храм духа святого конечно мы не можем без того чтобы нам не окунуться в историю историю нашего мира и вообще в религиозную историю так как мы верующие люди то библия конечно для нас есть источник информации о живом боге и на другие темы что касается веры и религии и уже вот на первых страницах священного писания буду пользоваться сергей библии мы находим начало это очень важно все таки начало что откуда как священное писание настаивает что начало было положено богом на нашей земле что бог сотворил наш мир в шесть буквальных дней сотворил этот мир и человека сотворил шестой день сотворил его по образу и подобию своему это все сказано в первой главе книги бутие у меня в руках сейчас священное писание и я открываю сейчас первую главу и как раз об этом написано сказано что что бог к шестому дню все сотворил и вот первый текст я читаю и увидел бог все что он создал вот хорошо весьма и был вечер и было утро день шестой так совершены небо и земля все воинство их и совершил бог седьмому дню все дела свои которые он делал и почил день седьмой от всех дел своих которые делал то есть эта история сотворение заканчивается тем что бог в седьмой день потом это станет заповедью закона божий день седьмой суббота это день покоя как памятник творческой силы и вот во второй главе книги бытия мы читаем что когда бог сотворил человека по своему образу и подобию мужчину и женщину то он на земле взрастил эдемский сад и поселил человека в эдемском саду об этом рассказывает вторая глава и соответственно вот в эдемском саду мы видим человек встречается с богом и бог встречается с человеком то есть они могли видеть друг друга лицом к лицу и общаться друг с другом лицом к лицу это очень принципиально важно что при сотворении нашего мира и человека храма на земле не было храмом выступал эдемский сад и происходила встреча человека со своим творцом так вот на этом история в общем-то не заканчивается потому что в третьей главе рассказывается о том книге бытия что произошло грехопадение то есть человек нарушил божью заповедь и следствием этого нарушения стало то что человек был выдворен за пределы эдемского сада лишился присутствия божия не смог находиться присутствие божий так как стал грешен интересно сказать и важно заметить что грехопадение оно принесло человеку последствия не только в том что он потерял возможность быть в присутствии бога но грехопадение разрушила отношения человека и человека потом возможно мы еще в наших встречах сможем коснуться подробнее этой истории грехопадения но там интересно наблюдать во 2 главе описывается как адам когда бог спрашивает его не ел ли ты от древа которым я сказал тебе не вкушать то отдам и сказал бог почему ты так не ел ли ты что запретил тебе есть адам сказал жена который ты мне дал то есть некая защита такая да бог ты же мне дал и как бы даже от тебя до получается да то есть это последствия греха разрушенные отношения с богом теперь у человека вследствие греха разрушены отношения между собой грех не все-таки последствия и они нас до сих пор касаются как бы не хотели мы но отношения разрушены часто у нас людьми и третье последствия греха это то что человек стал умирать и выдворен за пределы эдемского сада так вот далее когда мы изучаем библию и обращаемся к последней странице священного писания то есть книги откровения то мы читаем пророческий взгляд о том что что человечество будет восстановлено из пропасти грехопадения земля будет обновлена это двадцать первая глава книги откровения земля будет обновлена и вновь на земле будет присутствовать бог зримо явно и город небесный город иерусалим и божий престол будут поставлены на земле вот позволишь если я прочитаю пару текста пожалуйста пожалуйста из книги откровения 21 глава и увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет и я я увидел святый город иерусалим новый сходящий от бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я голос небо говорящий все скиния бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам бог с ними будет богом их и отрел бог всякую слезу сочи их и смерти не будет уже не плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло то есть мы видим картину восстановление вновь эдем возвращен человеку только уже в виде небесного иерусалима человек находится вновь связи такова пророческая картина на будущее то есть получается я сейчас сказал о прошлом когда бог сотворил сотворил мир и говорю о будущем но вот в этом будущем серёжа знаешь что интересно 21 глава 21 глава 22 стих книги и он описывает небесный город иерусалим и пишет храма же я не видел в нем ибо господь бог вседержитель храм его и агнец то есть получается что восстановленной земле тоже храма нету в эдемском саду и когда бог сотворил мир и нету храма когда будет земля обновлена а когда тогда храм появляется как раз в историю грехопадения то есть начиная от грехопадения и заканчивая концом истории мира в том виде в котором мы живем присутствует идея храма но она тоже имеет свою некую трансформацию о чем тоже можно сказать но все-таки глупо извиняюсь получается получается храм это определенное место это территория на земле где находится сам бог да то есть как бы это его место это его присутствие и получилось она только после того как произошло грехопадение грех вошел в мир и богу нужно было присутствовать теперь благодаря храму определенной территории где ему как бы выделено было место для служения получается именно так именно в принципе так потому что разрушенные отношения у мира с богом фактически но угрозили то что мир останется без вообще влияния божия поэтому необходимо богу было место где бы он мог являться в этом мире раскрывая себя то есть храм это некое место где бог раскрывает свой характер где он раскрывает падшему миру волю свою виде заповеди научение наставлений и я скажу серёжа что самое главное что храм раскрывал план спасения рассказывая человеку какой имеет бог замысел в отношении падшего мира и падшего человека что бог желает восстановить человека через заместительную жертву сына своего иисуса христа который ветхозаветним храме в израиле и иерусалиме этот образ спасения через иисуса христа был представлен заместительной жертвой животных и в него на таянно насилие это приношение и бог этим пророчество о грядущей искупительной жертве и вот я сейчас хотел бы вспомнить одно один интересный текст из книги третье царство там описывается как посвящается первый храм в иерусалиме древнем иерусалиме храм соломонов так называемый храм соломонов это первый храм до этого в израильском народе храм божий представлялся в виде скинии некого просто простенького скажем сооружение виде палатки конечно очень красиво достойного но это сооружение было применяемо израилем в пустыне когда они вышли из египетского рабства исследовали в землю обетованную и потом это сооружение находилась в израиле и вот затем уже соломон выстроил непосредственно уже из камня красивое достойное здание который посвящал богу весь израильский народ и вот при посвящении в третьей главе книги царств 8 глава 3 царств 8 глава есть интересные слова соломона 10 по 12 стих я прочитаю если позволите пора позволишь третье царств сейчас я найду эту эту главу 8 глава с 10 по 12 стих тогда сказал соломон господь сказал что он благоволит обитать в англии тогда сказал соломон что он благоволит обитать во мгле я построил храм и жилище тебе место чтобы пребывать тебе вовеки так сказано здесь ну и так далее там идет посвящение вот эти слова соломона господь благоволит обитать во тьме и я спрашиваю себя то есть бог благоволит обитать в помещении храма которая окутана мглой или за этими словами кроется нечто более духовное и более другое принципиально отличающиеся от помещения и мы понимаем что когда соломон говорит что бог благоволит обитать во тьме то он говорит мне о помещении скорее а о мире который окутан тьмой просто на этот момент этот храм оказался здесь в этом мире и бог здесь имеет свое присутствие в этом храме освещая своим присутствием мглу этого мира и израиль фактически был призван разнести во все языки племена и народы познание о боге потому что в неё на их или в народе был храм в котором присутствовал истинный свет говоря о мгле стоит тоже заметить что мгла и свет в библии духовные составляющие просто физически а именно духовный если говоря о боге и он пишет бог и свет и нет в нем никакой тьмы то он предполагает что в боге нет зла нет гордости нет высокомерия бог есть любовь а мгла ну и это предполагает что наш мир окута гордыни стилием приступлениями и многими другими злыми делами и вот в этом мире откуда нам злом бог помещает себя через храм ветхого завета освещая таким образом эту мглу эта идея прописана во многих текстах священного писания и вот в частности знаешь я прочитаю из 3 главы 19 стих евангелия от и она самый иисус христос говорит здесь очень важные слова используя эти образы света и тьмы значит 3 глава 19 стих суд же состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злыми ибо всякий делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злым фактически библейское учение показывает нам развитие идеи храма в том что божье откровение приходит в мир не просто в храмовом служении или присутствие бога в храме но сам бог через вождество от девы марии является в этом углу и освещает нее в личности иисуса христа вот какова идея как она развивается идея храма то есть сперва не было храма потому что нормальное отношение потом появляется учение заместительной жертвы перерастающая в храмовое служение и там являет бог свое свой характер свое откровение и свое спасение а затем он показывает через храмовое служение что настанет в истории человечества момент когда он сам явится как свет этому миру освещая мглу этого мира и этот свет согласно нашему пониманию библии является иисус христос наш спаситель и вот знаешь еще есть один текст первое послание она первая глава стоит тоже прочитать 5 стих 5 стих и вот благовестие которое мы слышали от него и возвещаем вам бог есть свет и нет в нем никакой тьмы если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха фактически иисус пришел в этот мир чтобы осветить нас теперь непосредственно лично каждого наш дух наше сердце которое тоже находится в англии когда нет бога в жизни и вот он пришел чтобы осветить наши сердца иисус христос конечно эта мысль она очень глубокая в двух в трех словах невозможно можно передать но я хотел бы еще несколько минут на этот счет поговорить с тобой сергей таким образом храм это место обитания бога и вот через иисуса христа бог желает чтобы этим местом его обитания стали наши сердца то есть фактически заместительная жертва иисуса христа стала возможность или дала богу возможность войти в нашу жизнь потому что иисус как бы на себе понес вину человечества и искупил нас от смерти о чем мы можем потом еще много говорить потому что вокруг этого всего библия и рассказывает истории иисус является откровением божьего характера и он фактически возвращает нас в эдемский сад потому что он воскрес из мертвых и в нем состоялось спасение всего мира вы сказали вы подметили такую деталь что иисус христос сегодня пытается и хочет находиться в сердце каждого человека на той сегодня мы четко сами знаем что храма сегодня нету бога да здесь на земле потому что тот храм который был в израиле построен он был разрушен и сегодня есть аристина плача да как некий фундамент того храма который был когда-то ты и сегодня христос каким образом он может присутствовать в сердце как верующего так и неверующего как вообще это происходит вот вторая часть нашего текста да вы есть храм духа святого можно как-нибудь вкратце буквально в двух словах сказать что это за личность вообще дух святой и это бог или это на какое-то магическое знаете там вот как бы иисус христос на тебя повлиял вот и раз у тебя сердце преобразилось и как будто бы это дух святой вообще что это такое пожалуйста тоже можете это тоже подметить если мы сейчас не ответим на два вопроса в этом с тобой разговоре давай чуть-чуть остановимся хотя бы на одном вот я сейчас открыл интересный текст 2 глава я отвечу на твой вопрос который ты сейчас задал иисуса слова 19 по 22 стих я прочитаю это евангелия там 2 глава иисус сказал им в ответ разрушите храм сей и я в три дня воздвигну его на это сказали иудеи сей храм строился 46 лет то есть это храме в евросалиме до идёт понимаем они г-46 лет и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тела своего когда же воскрес он из мертвых то ученики его вспомнили что он говорил это и поверили писанию и слову которой сказал иисус вот он этот переход на котором ты сейчас фактически спрашиваешь и иисус своей смерти и через свое воскресенье воздвигает новый храм в котором обитает господь говоря о храме своего тела это важно потому что через иисуса мы возвращаемся в дым фактически в присутствие бога но это не состоится пока еще там за границами истории книги откровения небесный иерусалим обновленная земля это состоится сегодня сейчас моей или твоей жизни или любого человека если мы принимаем иисуса христа как личного спасителя краемся в своих грехах и приглашаем его прийти в нашу жизнь и тогда дух христа согласно библейского учения мы говорим что дух христа или дух святой это дух отца и сына это третья личность божества это третья личность божества но она приходит мою жизнь это третья личность божества после моего покаяния и принятия иисуса как личного спасителя так можно было бы ответить на этот вопрос и вот в этом контексте много в библии есть свидетельств что именно так происходит что не но не физически христос естественно приходит жизнь каждого человека и живет а именно дух христов дух святой который третья личность божества приходит не в какое-то каменное или иное сооружение а в мое сердце бог приходит и я становлюсь храмом божиим носителем божьего света и он меня как бы восстанавливает из пропасти и падения греха и смерти о которых мы уже с тобой упомянули и позволь еще один текст потому что тема очень интересная захватывающая 14 глава 14 глава евангелия таана 23 и 26 стих иисус сказал ему в ответ кто любит меня тот соблюдет слово моё и отец мой возлюбить его и мы придем к нему и обитель у него сотворим интересно правда же это христос говорит то есть если я сегодня люблю если бога христа приглашаю в свою жизнь каю в своих грехах тонкой мы с отцом придем к нему и и обидеть его творим и вот 26 текст этой же главы отвечает нам как это произойдет утешитель же дух святой которого пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам утешитель же дух святой которого пошлет отец чье имя в мое имя получается здесь вновь мы видим некий образцы единства божества отца сына и духа святого их взаимодействия и третья личность божества приходит в твою и мою жизнь и сотворяет у нас присутствие бога то есть само присутствие духа и есть присутствие бога поэтому я спрашиваю является ли сегодня верующий в иисуса человек храма божий если он покаялся оставил свой грех и живет верой в иисуса это библейское учение должен понимаешь мы храм божий и сам бог об этом нам ну подтверждает говорит есть много других текстов там заверяющих нас в этом и я и не удержусь уже заканчивая отвечать на этот вопрос прочитаю один текст это из первого послания она 4 главы 21 стих первое послание и она четвертая глава да ну хорошо я я сейчас тоже я смотрел на эту тему и текст не не записал который хотел правильно но есть другие тексты которые ясно показывают нам что мы являемся носителями бога и вот как раз апостол павел когда он пишет в коринфянам что вы храм духа святого то он предполагает или напоминает и говорит и забывайте когда вы живете в повседневной жизни когда погружены в некую суету выбора а вот другого третьего а наша жизнь постоянно состоит из выбора вы не забывайте что вы храм божий а соответственно то что вы получаете откровение от бога через слово через влияние духа должно влиять на ваш выбор и выбор ваш должен быть добрым угодным богу и совершенным согласно булеволи поэтому вот так бы ну можно было бы ответить коротко на эти слова апостола павла что вы храм божий мы действительно храм божий если мы принимаем иисуса христа как личного спасителя и живем в этом мире с ним дух божий присутствует в нас тогда таком случае мне пришла мысль о том вот мы сейчас разговаривали вы говорили да что человек сегодня по сути есть храм духа святого вот а в храме если мы вспоминаем ветхий завет то в храме да даже при иисусе христе когда он должен был там не было ничего нечистого то есть там были сосуды только освещенные специально для служения то есть все было чистое все было святое если сегодня нас сравнивать так как бы с храмом то получается все что мы наполняем себя все тоже должно быть чисто да то есть я сейчас говорю питание о том что мы пьем о том что мы говорим да то есть вот это все она же как бы олицетворяет мы являемся сегодня храмом до или находится сегодня дух святой в нашем храме в нашем сердце или нет как бы большой показатель нашей жизни наверное если сегодня человек называет себя верующим человеком то он должен не только говорить но и соответственно жить наверно так как говорит священное писание да то есть это питаться правильно да об этом мы тоже можем читать в священное писание это говорить правильные слова нельзя материться нельзя врать лгать да вот тоже мы в заповедях об этом встречаем то есть и не пить алкоголь табакокурение довольно нельзя употреблять то есть все вот эти вот ну что встречается сегодня в мире плохого в жизни человека верующего не должно происходить я правильно понял незамненно потому что мы так и сказали что в храме бог являет свою волю свои ожидания предъявляет человеку и ясно что он свят ничто не чистое не может войти в храм божий поэтому когда апостол павел коринфянам пишет он тоже в этом контексте писал верующим в коринфе так как они позволяли себе много вольностей они иногда ходили в языческие храмы и ели идоложертвенная хотя сами они не исповедовали этих идолов но считали ничего дурного если они пойдут и идоложертвенная то есть те жертву которые приносились идолом они будут есть они позволяли другие себе вольности в нарушении тех или иных ожиданий божих и заповедей божих и павел напоминает как раз коринфянам не забывайте вы храм божий вы должны хранить себя в чистоте святости помните что тот кто разорит храм божий того покарает бог то есть апостол использует даже некую форму но угрозы что ли со стороны бога чтобы в каком-то смысле отрезвить коринфян дабы вели они достойный образ жизни того бога которого они исповедуют поэтому я абсолютно разделяю те мысли которые ты сейчас сказал сергей хорошо ли крисович спасибо с вами за прекрасную беседу очень интересная тема и действительно тема о духе святом эта тема многогранная и действительно за 20-15 минут ее нельзя осветить но чуть-чуть хоть такую макушечку айсберга мы сегодня с вами могли захватить спасибо вам то что вы сегодня смогли поучаствовать я думаю что на этом мы с вами закончим нашу беседу вот всем нашим всем нашим зрителям мы попрощаемся спасибо что смотрели наше видео поддерживайте видео лайками пишите свои комментарии под этим видео будет очень интересно почитать что вы считаете на этот счет что есть точнее вы есть храм духа святого как вы считаете как вы это понимаете пишите это своих комментах а я с вами элег Александрович прощаюсь вот до скорой встречи вот я думаю что у нас вами еще будет не одна встреча наверное да в рамках нашей программы соло скриптура пусть господь вас благословит на вашем поприще спасибо тебе сергей успехов в служении всем твоим друзьям подписчикам божьих благословение до свидания счастливо на всего доброго дорогие друзья на спасибо вам за встречу которую вы посвятили время свое вот у нас будет еще одни ряд встреч пожалуйста тоже следите за теми анонсами которые я буду выставлять на канале дом света всем до свидания всем до скорого пока а а